Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Давайте посмотрим, что происходит на рынке. Биткоин продолжает восходящее движение на 4-часовом таймфрейме. Прекрасно отбился от сетки EMA Ribbon. И все это происходит после солидной желтой точки на сайфере, господа. Сейчас мы подбираемся к очень важному сопротивлению, как вы можете видеть. И сможем ли мы его сейчас пробить или закрепиться выше? Или отвергнемся от него и подлетим туда за дно? Напишите в комментариях свою версию и обязательно не забудьте поставить лайк, если вы интересуетесь криптоконтентом. Ой, вообще это не биткоин, это был Доджкоин, ребята. Извините, смотрим не туда. Но биткоин тоже на самом деле, если вы посмотрите, биткоин сейчас на полном серьезе заходит в очень важную зону предыдущей поддержки. Сопротивление. Это приблизительно диапазон 28-33 тысячи, как мы говорили ранее. И посмотрите, прямо сейчас у нас рисуется потенциальная очередная медвежья дивильгенция на RSI, которая может опустить цену в моменте вниз, в сетке My Ribbon, куда-нибудь в район 25 тысяч долларов. Но может и не опустить, ребята. Может начаться To The Moon. И мы можем пробить этот блок в 33 тысячи и улететь куда-нибудь сразу на 48. Потому что это биткоин, друзья. И тут у нас с вами тоже была желтая точка на дне в киносайфере, правда на обычных свечках. А сайфер написан под свечки Хайка Наши. На Хайка Наши свечках не было желтой точки, поэтому ничего не точно, дисклеймер, не финансовый совет. Как обычно, все мои позиции на Bybit прозрачно открыты. Ссылка на бирже в описании. Ripple вчера лонганул на профит как последний хомяк. Так, нахожусь в минусе на 1000 баксов, но все остальное в плюсе, поэтому если вы хотите так же торговать, переходите по ссылке из описания и добавляйтесь к нам в телеграммчик. Так, ну а теперь кроме шуток, мои родные, с 1 апреля, конечно же, всех поздравляю с днем дурака. Но на самом деле, на полном серьезе, я вам хочу показать очень важное видео нашего любимого аналитика Бенджамина Коуэна. Ребята, оно короткое, всего на полторы минуты. Давайте вместе с вами посмотрим. Оно называется «Красота математики», часть 34. Всем привет! Спасибо, что запрыгнули обратно в криптовселенную. Сегодня мы будем говорить про биткоин, про красоту математики, часть 34. И на сегодняшний день общая криптокапитализация подобралась к 1.187 триллиона, в то время как среднее честное значение будет в районе 2 триллионов. Это означает недооценку порядка 40%. И, как вы можете видеть, мы, скорее всего, вероятнее проведем этот год между нижней границей логарифмической регрессии и красной, честной ценой. Так что этот год, скорее всего, будет как аккумуляционный год. И, честно говоря, альткоины, и, честно говоря, мои альткоины в этот момент замечательно себя чувствуют. Просто крышесносно иксуют уже со дна. Поэтому давайте-ка посмотрим на общую недооценку рынка против тренда. Посмотрите, как вы можете видеть, что рынок очень недооценен все еще. Так что, чуваки, территория недооценки – это та территория, где вы хотите покупать. Надеюсь, вы оценили контент. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, переходите по ревкам. Всем профитролей и хорошего настроения. Так, ну и давайте хотя бы одну серьезную новость напоследок, ребята, обсудим. Это то, что Airbnb наконец-то принимает BNB. Ребята, платежный гигант жилья начал принимать BNB. То есть теперь мы можем реально рассчитываться токенами Binance Coin за свои гостиницы и квартирки. И это маленький шаг к большому глобальному масс-адопшену крипты. Фух, так, что там у нас было? Вот, Илон Маск тоже вас всех поздравляет с 1 апреля в своем свитере новом. Всем профитролей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok